здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила здоровье и улучшила внешность подписывайтесь потому что я очень хочу продвинуть мой канал сегодня я бы хотела вам рассказать о пяти моих главных ошибках которые я допускала во время моего похудения и эти ошибки просто испортили мне жизнь из-за этих ошибок так долго я не могла справиться с поставленной задачей ошибка первая и самое главное и сама основная о которой я вам всегда говорю и говорить не устану это низкая калорийность низкая калорийность как только вы садитесь на эту низкую калорийность организм тут же принимает меры замедляет обмен веществ отрабатывает вот эту вот реакцию и вы уже в следующий раз никогда не похудеете на этой же диете потому что он мгновенно будет замедлять обмен веществ к чему приводит за вот это вот низкокалорийное питание низкокалорийное питание всегда приводит к порочной цепочки голод срыв зажор то есть это у всех это как говорится абсолютно точно это у всех и к чему это приводит впоследствии а вот я думаю что если бы я никогда бы не худела вот если бы меня не было толстой тетки как которая сидела на диетах и внушала что ведь а у нее самой был комплекс вы поймите вот я ее не понимаю как вот это все произошло часто люди спрашивают как это можно было разъесться там до 170 килограмм да очень просто во первых поскольку моя тетка она страдала от лишнего веса и она мне с детства как бы ну может не нарочно конечно да я думаю что точно не нарочно но она внушила мне что это безобразно понимаете это безобразно и поэтому вопрос худеть или не худеть он передо мной не стоял ну конечно худеть то как иначе если это безобразно это что я вот с молодых ногтей вот все время вот садилась на это диета срыв зажор диета срыв зажор и это мне увеличивало вес это был эффект ее так называемый это все время мне увеличивало вес вот я знаю одну женщину нашу соседку у нее всю жизнь она была полная у нее всегда всю жизнь была с юности и до старости вес 100 килограмм но ее так воспитали родители я всегда так завидовала ну как бы ее удачному воспитанию они внушили что она самая красивая самая умная и прекрасно выглядит и вот когда мы все садились на диету ей говорили а ты не хочешь с нами на диету ага да зачем я нормальная красивая она никогда не долбила не раздалбивала свой обмен веществ да она прожила всю жизнь полной счастливой и муж любил безумно то есть он именно ее полюбил с таким весом и любил всю жизнь и она жила очень счастлива она ела что хотела но когда вот этого нет как сказать раздалбывания и и убивания обмена веществ то человек вот она жила на этой калорийной молодости вот в этом весе и всю жизнь на нем прожила то есть если бы я не сидела на диетах я так думаю вот на этих ужасных с 13 лет то я думаю что у меня вот этого роста не произошло бы я думаю может я весила килограмм 85 90 и всю жизнь бы в них прожила будучи счастливой но вот так сложилось как сложилось тут ничего не поделаешь у истории нет сослагательного наклонения вот так случилось и когда появились вот эти первые похудейские сайты форума на которые я попала пришла и я сразу как бы у меня руки чесались прямо начать свое похудение и я поскольку у меня других не было как представлений ну и тогда это все бытовало что если худеть то это девиз плесетской не жрать и значит не жри похудеешь одномоментно возможно она и работает типа вот вам надо ну допустим вот срочно за три дня чтобы юбка застегнулась на сантиметр похудеть может быть но в долгосрочной перспективе вы наберете и вы знаете вот когда я в 2006 году пришла на первые форумы и я стала худеть по своей уже избитой системе по которой я уже давно привыкла то есть ничего не есть голодать все естественно что у меня был такой энтузиазм что я сначала смаху сбросила 70 килограмм потом у меня был как всегда как всегда срыв зажор и зажор был очень длительный я половину веса сразу набрала назад а вот потом уже снова взгромоздиться на вот эту низкокалорийку мне было очень очень проблематично то есть вот с этого момента я уже начала понимать что это путь в один конец то есть мне вот это помогло сознание и и тогда я уже я только тогда смогла вот начала и смогла сбросить вот этот вес только когда я поняла что надо выстраивать диету под себя все подбирать под свое состояние здоровья под состояние организма под привычки под физическую активность все под себя я постепенно же не в одночасье мне прозрение такое было оно как бы так вот проблесками я потихонечку все это делала и вот как-то у меня легко легко вот это начало получаться так постепенно шаг за шагом и в конце концов и получилось и вот сейчас конечно для меня это уже не проблема потому что все уже отработано уже все составлено уже все раз и навсегда как сказать просчитано проверено опробовано и сейчас конечно у меня с этим проблем нет и кстати я вам хочу сказать вот помните вышла книга поля брега чудо голодание и все я тоже я же как все я помню это было очень давно я еще юной девушкой была и когда вот она у нас была растиражирована разрекламирована и все кинулись на них худеть а ведь в этой книжке в самом конце была такая сносочка что голодание помогает наборе веса в наборе веса и никто и я тоже никто на это внимание не обратил а вот недавно ну как лет пять-десять назад а была целая серия фильмов bbc очень интересных научных документальных фильмов bbc о здоровье там и было в том числе и похудение и там были очень интересные случаи по показаны когда на человека очень худые люди буквально дистрофики то есть они весили там мужчина там порядка 40 килограмм ничего не мне не помогало и вот как благодаря голоданию вот именно благодаря вот этой системе сначала голод потом идет как бы ну как бы наедание и организм испугавшись начинает запасать и вот такие циклы раз за разом и я видела людей которым ничего не помогало при вот такой худобе патологическая а голодание помогло поэтому голодание использовать для сброса веса это вообще то есть это как бы это нонсенс и поэтому вот это выражение не жрать она недалеко от него ушло на самом деле это не не работает не жрать это одномоментно а в перспективе это большая прибавка веса когда вес к вам придет с друзьями вторая моя очень большая ошибка это отказ от углеводов а потому что тогда были распространены диеты безуглеводные особенно диета откинса вот она тогда только появилась и я вот эти считала баллы я помню какой это был ужас я так люблю фрукты я так люблю каши я так люблю крупы и вот этого всего меня лишили там можно было съесть кусочек дайкона что такой салатный листик там вот и по пол помидорчика и все то есть там ничего нельзя я так страдала я так мучилась что такое углеводы в первую голову это энергия у меня энергии не было вообще то есть это было так смешно смотрелось странно то есть такая толстая толстая женщина а я не могла с дивана встать через неделю после диеты то есть у меня не было физических сил и вот я вставала у меня в глазах темнело это было ужасное состояние на самом деле кошмарное просто состояние энергии не было ни на что поэтому из-за этого я худела лежа на диване то есть вы понимаете это наносит очень большой вред когда ты вроде как и не ешь но и ничем не занимаешься никакой физической активности нет то есть ты лежишь на диване и думаешь боже мой поскорее бы этот день прошел я зачеркнула его и чтобы завтра пережить как можно быстрее а во-вторых отказ от углеводов это страшнейший стресс для организма потому что наше питание вообще-то оно в основном человека питание человека она углеводная то есть в нем превалирует углевод и поэтому это был такой стресс для организма у меня были постоянно голодные глаза и не могла вот я проходила люди ели там хлеб кашу фрукт яблоко кто-то грызть я не могла на это смотреть то есть у меня начиналась трясучка ломка у меня было все время плохое настроение я ужасно страдала я изводила близких но потому что мои страдания они просто чаши их переливалась и конечно доставалось все всем вокруг я была фурии вот честное слово такой злобный фурии мантикорой вот и это очень не вредило очень я хочу сказать что после этого у меня конечно наступало от отсутствия углеводов срыв и зажор но это всегда так и я вам еще хочу сказать что не только надо следить за углеводами на диете но обязательно за балансом белков жиров и углеводов вот самая идеальная схема это 30 процентов белков 20 процентов жиров и 50 процентов углеводов и вот меня некоторые спрашивали как это сложно считать калорий как это сложно вот как вы как как я считаю белки жир и углеводы я их никак не считаю больше вот этот баланс потому что я его знаю как его как сказать проще добиться Это очень просто, это правило тарелки. Вы берете тарелку, ровно половину, ну делите ее на 4 части, визуально, визуально. На одну половину тарелки вы кладете, у вас должны быть там овощи, овощи, тушеные, сыры, как вам угодно, но половину тарелки занимает овощи. Потом вы оставшуюся половину делите еще пополам, и значит одну четверть должны занимать белки, не важно что, мясо, рыба, курица, любое блюдо, яйца белковые. И вот одна четверть это углеводы, такие вот длинные углеводы, то есть это каши, гарниры, картошка, макароны, крупы, ну вот что-то такое. И если вы вот так будете питаться, вот по этому принципу просто накладывать себе еду, вы без труда, без всяких хлопот как раз добьетесь вот этого соотношения правильного, 30-20-50. И когда люди начинают что-то, какие-то вот волшебство, какие-то придумывают там, а давайте мы сдвинем вот 90% одного продукта и по там 5% других, а давайте мы возьмем вот 85% вот этого, 1% этого, вот это все всегда обречено на провал. Потому что наше питание эволюционно, оно именно вот так сбалансировано. И поэтому самая сбалансированная, ну практически самая лучшая диета, это средиземноморская, и она, ну практически вот входит вот в эти вот цифры, то есть вот в этот баланс. Третья моя большая ошибка, когда я начинала каждый раз худеть, это полное отсутствие физической активности. Смотри предыдущий пункт, я не ела углеводы, и у меня энергии не было вообще. То есть я могла только лежать на диване вот так, и то мне было тяжело, я так страдала, мучилась ты лежа на диване от голода. И конечно это очень мне вредило, потому что, как мы знаем, сейчас мы знаем, что жиры, они сжигаются мышцами. То есть чем больше у человека мышечная масса, тем быстрее и легче он сжигает жир. Поэтому мужчины всегда худеют быстрее женщин, потому что у них от природы им дана большая мышечная масса, и они лучше и гораздо быстрее худеют. И тогда я этого не понимала. А сейчас, когда я ем углеводы, вот в данный момент, вот теперь прозрела когда я, то мне так легко даются тренировки. Вот я утром съедаю, ну когда обычно, я утром тренируюсь, и вечером. Вечером не всегда зимой, а вот летом и весной, ну когда хорошая погода, всегда, два раза в день, утром и вечером. И как я всегда делаю? Вот раньше я мучилась и не могла, а теперь я утром съедаю огромную свою кашу. У меня там и длинные углеводы, и быстрые углеводы, которые дают мне сразу энергию, и еще во времени. И через полчаса я выхожу на тренировку, я тренируюсь, вот я прям, вы знаете, мне есть с чем сравнить, вот я сразу почувствовала разницу. У меня такая энергия, я прям вот тренируюсь, и я прихожу домой, я не уставшая. То есть мне надоело, конечно, ходить по кругу, как это, цирковой пони, но зато я прихожу не уставшая. То есть у меня энергия еще, я никогда больше не ложусь днем, бам, прилечь, отдохнуть, подремать, никогда. То есть у меня энергии вагон. И когда я начала выбирать физическую активность, когда я прозрела в этом теперь плане, я думала, что бы мне такое выбрать. Но поскольку я была полностью детренированной, то есть я никогда спортом никаким, ну какие спорт у меня такой вес был, я ничем никогда не занималась. И у меня коленки были слабые, все. И я думала, думала, и подумала взять самое физиологичное для человека, и самое безопасное. И поэтому я остановилась на ходьбе. Это мой выбор, вот я объяснила почему. Но если у вас вес небольшой, ваш лишний вес, или вы вообще здоровый человек, то вы, конечно, можете заниматься тем, что вам нравится, тем, что вы любите. Просто я не могла ничем другим, даже велосипедом не могла из-за нагрузки на колени. Я имею в виду велотренажер, конечно, а не велосипед настоящий. Но если вы можете вот это все там заниматься активными видами спорта, это очень хорошо, это прекрасно, просто прекрасно. И вот физическая активность, она нужна обязательно. Вот это была моя ошибка, что я никогда, никогда ее не задействовала, я даже ее не рассматривала. Вот, например, у меня знакомая, она занимается по Джиллиан Майклс по 20 минут в день на пределе. Ей так нравится. И она в таком тонусе, и прям вот по ней занимается. Она говорит, и получает нереальное удовольствие. То есть у каждого здесь свое. Четвертая моя ошибка, что я не принимала дополнительно к моему очень-очень бедному рациону, просто совершенно обедненному. Я дополнительно не принимала витамины, микроэлементы, вот это все. То есть на диете, даже сейчас, вот сейчас на моей отличной сытной диете, все равно в 1400 калорий не может поместиться все то, что необходимо человеку. Понимаете, она прекрасная, она сытная, но ее недостаточно. Человек рассчитан примерно на 3000 калорий, чтобы получить вот эти вот все необходимые ему витамины, микроэлементы, вот это все. А мы не получаем. И я, когда поняла это, вот четко прям поняла, я стала принимать все это дополнительно. Я не так, что вот как-то в один день все взяла и прибавила, вовсе нет. Я начала это прибавлять сначала, вот я начала, помню, поливитамины, потом омегу-3, так вот постепенно. Потом начали говорить о коэнзиме, я почитала, посмотрела и стала принимать потом. Ну и так, вот вы знаете мое видео о БАДах, я потихонечку стала, вот то, что мне нужно. Вот тут у каждого свое, потому что кому чего больше не хватает, тот должен это прибавлять. Вот витамин Д теперь я тоже прибавила, пью постоянно. Вот. И вот у меня стало улучшаться самочувствие. Я вам хочу сказать, что на диете, когда человек не доедает, вот часто люди говорят, вот у меня сильно выпадают волосы, что мне с этим делать? Это классика, вообще классика жанра. Я вам объясню. Когда наступает в организме дефицит чего бы то ни было, то там происходит в штабе совет военный в организме вашем, в мозге, я думаю. И они говорят, у нас ресурсов осталось мало. Значит, мы их посылаем к самым жизненно важным органам. То есть все микроэлементы, белки посылаются, забираются отовсюду и посылаются в сердце. Сердце это же мышца, мы же знаем. И посылается все во внутренние органы. Потому что без мозга, без сердца человек жить не может, а без волос очень даже. И в волосы перестают поступать микроэлементы и белок. И волосы начинают сразу выпадать. Потому что туда не поступает. И когда я это поняла, я стала очень следить за белком. Вот вы меня спрашивали про мой режим дня. Такой вопрос был, что непонятно, что я там говорю. Потому что с одной стороны, вроде я после 4 на диете уже не ем. А с другой стороны, откуда у меня протеин? Вот я строго слежу теперь за белком на диете, когда я на диете. Потому что я знаю, волосы посыпятся. А с тех пор, как я это поняла, у меня больше нет такого падения волос, как раньше было. И я строго слежу за белком. И если я чувствую, что у меня в этот день идет к вечеру недобор белка. Я не хочу, чтобы у меня волосы выпадали. Тогда вечером я пью шейкер вот этого сывороточного протеина. Ну протеинного коктейля какого-то такого. И он мне дает сразу 24-25 грамм белка при минимальной калорийности. Я бы, конечно, могла курицу съесть, чтобы столько белка набрать. Но будет очень много калорий. А когда на диете же не хочется, и поэтому я пью вот эти уже, как бы сказать, с пониженной калорийностью, вот эти вот все протеины всевозможные. И тогда у меня получается еще один прием еды. Понимаете? Вот так вот оно происходит у меня. И к тому же я узнала про чудесный препарат биотин. Раньше я о нем не знала, скажу честно. И когда я об этом узнала, у него нет противопоказаний никаких. Он не накапливается в организме. То есть, как я понимаю, он безвреден. Им нельзя навредить. Но если только у человека аллергия. Кстати, вот люди, кто склонен к аллергии, вам обязательно всегда надо вот как бы это смотреть на это обязательно. То есть здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. Это точно, абсолютно. Вот. И я стала принимать биотин. То есть я его стала покупать постоянно. Вот я вам покажу здесь это как бы. Выложу, какой я биотин конкретно пью. Но я к нему привыкла. Он большой концентрации. И я выбираю все по цене, по цене, чтобы было недорогое. Я смотрю на соотношение активного вещества и цены. То есть где больше активного вещества и меньше цена. И вот на этом биотине я остановилась. Вот эта баночка, которую я вам покажу. Ну вот я ссылку оставлю в описании. Это баночка на 2 месяца. Вот мне на 2 месяца хватает. И биотин – это первейший витамин для волос. Вот. И я теперь слежу строго за белком. И всегда принимаю биотин. И у меня намного улучшились волосы. Они перестали выпадать во время диеты. И как бы мне кажется, что они стали лучше расти. То есть я это как бы вижу. Что у меня улучшились сейчас волосы. И это вот из-за этого всего. Из-за комплексного подхода. Пятая моя роковая ошибка. Это тоже ошибка одна из важнейших. Хотя, честно говоря, они все равнозначно важны. Это негативное отношение к себе. Вот я так плохо к себе относилась. И вот даже когда я начинала какое-то дело, вот у меня было неверие в себя, неуважение к себе. Я все время срывалась в зажоры, попадала из-за низкокалорийного питания. Я всегда себе говорила, ну конечно, я так и знала, ничего у тебя не получится. Потом я начинала себя жалеть и еще больше есть. То есть вот это полное неверие в себя, полная нелюбовь, полное неуважение в себя. Это очень, очень, очень вредит. Очень. То есть когда ты начинаешь какое-то дело, ты должен абсолютно быть уверен в своей победе. Ты должен говорить, я достоин, я добьюсь. То есть я смогу, я справлюсь. И это как крылья за спиной. Вырастают от этого, когда ты это говоришь. Это совсем не то, что когда ты говоришь, я неудачник, я никогда, мне не получится. Ну вот как всегда, я так и знал. То есть это очень, очень важный пункт. И я себя жалела и ела, ела, ела. Стих получился. А вместо этого надо было жалеть по-другому. Надо было жалеть себя и давать себе витамины, микроэлементы, правильную сытную еду на диете, давать физическую активность. Вот что такое. Я сейчас понимаю под жалостью к себе. То есть ты когда любишь, жалеешь свой организм и хочешь дать ему самое лучшее. Но главное, конечно, это уверенность в себе. Вот и все, что я хотела сегодня рассказать о моих ошибках. Надеюсь, что это вам будет полезно. И вы мне одну из моих ошибок не повторите. В конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока! До новых встреч!